Hey Vector! 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 Ни хрена у меня не получается, с моим ломаном английским языком я не могу заставить так, чтобы робот проснулся. Но, тем не менее, это не мешает мне рассказать про замечательную игрушку, про домашнего механического питомца. Собственно, речь пойдет про Anki Vector. Это продолжение семейства Anki. Это ребята из Сан-Франциски, которые прославились в свое время, выпустив трассу Anki Drive. Там, где каждая машинка управлялась по заданной схеме, по заданной трассе, можно было было дополнительно играться через iPhone либо Android устройство. Потом у них был детский робот Anki Cosmo, обзор, который у нас есть на сайте. Он скорее был детский, чем взрослый, потому что управлялся исключительно со смартфонов, можно было только управлять. И он еще играл с кубиками, в комплекте шло два кубика. А вот эта вот вещь называется Anki Vector и управляется он исключительно голосовыми командами. Тут ребята уже продвинулись еще дальше, заложили в основу потенциальный искусственный интеллект, то есть технологию будущего. Засунули туда четырехъядерный процессор с частотой 1,2 ГГц, что позволило ему полностью распознавать людей в количестве 20 человек. То есть каждый человек может сказать «What is my name?», и он ему скажет «Ты Саша», «Ты Леша», «Ты Аркадий». То есть он повернет, например, вот тут устроена камера, увидит человек в кадре, поймет, ну распознает лицо, скажет «Хай Саша», «Хай Макс», «Хай Люда» и так далее. Он настолько умный для своего маленького роста, для своего маленького размера, что он способен удивлять. А про все те преимущества и удивления, про свои эмоции мы сейчас расскажем в этом ролике. Поехали. Но чтобы привлечь его внимание, надо произнести голосовую команду. «Хей Вектор! Хей Вектор!» У меня, к сожалению, не получается, потому что я обладаю ломаным английским, но для таких, как я, здесь специальные разработчики придумали кнопочку специальную. Вот она. То есть я нажал на кнопочку, здесь загорелись три диода. Вот. Это значит, что он полностью готов выслушать команду. «Хей Вектор! What is my name?» Вот пошел процесс распознавания речи. «Саша», «Саша». Например, а если бы в камере был бы Максим или Леша, то он бы распознал лицо и сказал, «Максим». Если он тебя распознал, сказал «Саша», там, ну, имя, и ты ему не улыбнулся в ответ, или же, наоборот, не помахал, он возьмет, отвернется и еще обидится. То есть у него здесь встроен LCD-дисплей, он поменяет рожицу, сделает ее грустной и, типа, сделает вид, что он обиделся. Отвернется и еще вот так вот постучит. Вот он. Оказывается, недовольство, что я в руках держу, типа, поставь меня обратно. А если его потрясти, то пойдет снег. Это как такой снежный шар. Это очень круто, необычно, и детям это нравится. Наше знакомство начинается с приложения Vector. Оно нам необходимо для того, чтобы подключить его, подружить с нашей Wi-Fi сетью, откуда он будет черпать для себя полезную информацию. Она в будущем пригодится, если, например, задать ему вопрос. Я имею в виду вопрос. Кто Стив Джобс? То есть он возьмет первую строчку из Википедии и ее зачитает и произнесет. Это очень круто, потому что это часть его искусственного интеллекта. Кроме того, за счет приложения Vector можно знать список команд, которые с ним взаимодействуют. Здесь самое основное – это Amazon Alexa. То есть, если вы живете в Штатах, и у вас вся экосистема подключена к колонке Amazon, то он ее спокойно заменит. То есть, вы скажете, выключите свет в комнате, и он его выключит. Дальше идет утилиты. Вот, например, давайте узнаем, какая погода. Я нажимаю кнопку. Ват из Веда. То есть он полностью информацию взял из интернета для текущего региона. Можно поставить таймер. Сета таймер. Вот поставил таймер. Тейки фото. Вот сейчас он понял. То есть, он… Прикольно то, что все эти анимации рисуются на экранчике. Там он делает «Илыбнись», «Скажи чиз». Старт-эксплойер. Вот я ему сейчас задал команду, и он будет обследовать его окружение. То есть, он полностью очертит для себя границы. Робот способен полностью распознавать, что он находится на столе, что здесь можно со стола упасть. И вот мы тестировали, если он доходит до края стола, например, с тем же самым кубиком, он это видит, чувствует и делает шаг назад. То есть, он распознает окружающего пространства. Это круто. И если вдруг заряд на исходе, он найдет свою зарядку и сам на нее, собственно, сядет и будет заряжаться. И одновременно еще уснет. Также здесь можно посмотреть статистику. Сколько он бодрствует, сколько он прошел дистанции. Вот, изучение мира. Сколько я сказал фраз «Хайвектор»? 624. Пройдена дистанция в сантиметрах. Ну и так далее. Крутая статистика. Но она, в принципе, ненужная. Минус то, что предложение только на английском языке. Минус то, что понимает он только на английском языке. Было бы круто, если бы разработчик задумался о других странах. Прекрасно знаю, что в других странах игрушка будет тоже актуальна и будет интересна как детям, так и взрослым. То есть, она увлекательна. Потому что многих взрослых в своем в детстве было тамагочи. О! Видели? То есть, он увидел край. И мог бы другой робот свалился, но этот не свалился. Он четко увидел границы и сделал шаг назад. Утилиты. Это основные голосовые команды. Фото, погода, таймер. Все то, что нужно для работы. Голосовые подсказки. Там «Хайвектор», «Тэк и фото», «Ми», «Ас», то есть «Меня» либо «Нас». В будущем разработчики обещают добавить панорамные фото. Энтертейнмент. Развлечение. Можно сыграть с ним в плейджек. То есть, на дисплее появятся карты. Говорит «Да», «Нет». Вот, например, «Блэк Джек». Опять же, задаете «Хайвектор», либо нажимаете кнопку «Плей Блэк Джек». И, собственно, здесь «Да», «Нет». Голосовыми командой вы управляете игрой. «Дай мне 5». Give me 5 bump. Куб «Тикс». Можно спокойно, прикольно играть с «Вектором кубиком». То есть, говорите «Find you Coup». Он просканирует пространство, найдет куб. Причем, куб имеет тоже летоиндикаторы, которые подсвечиваются динамически. Выглядит все круто, футуристично. И здесь разные команды. Roll you Coup, Pick up you Coup, Bring me you Coup. «Do you will stand?» Сейчас посмотрим, что он с ним сделает. Снова выровнялся. Вот такая вот прикольная анимация. Ну и так далее. Команд, к сожалению, немного, но, тем не менее, они способны удивить окружающих, удивить и вас, когда вы только начали знакомиться с игрушкой. Опять же, насколько долго этого хватит, неизвестно. Многим он надоест очень быстро, а детям он принесет удовольствие, возможно, и на долгие годы. Плюс научат английскому. Все, он показывает, что он никакой, разряжается. Был полный заряд, 20-30 минут. Ну и сейчас он на исходе, потому что процессор все-таки не слабый, требует много мощности. И сейчас он начинает искать свое зарядное устройство. Вот задом развернулся, давай. И заехал. Это, конечно, круто. Действительно настоящий искусственный интеллект. Все, и пошла зарядка. Здесь как раз индикаторы начали мигать зеленым цветом, что в стадии наполнения. Но пока он заряжается, я просто расскажу основные еще моменты, которые здесь можно через приложение изучить. Голосовые команды. Volume. Можно отрегулировать громкость динамика. Ниже, тише. Основные команды рукопожателем. Good morning. Good afternoon. Good evening. Поприветствовать его. Goodbye, попрощаться. Команд много. Опять же, можно его похвалить, можно поругать. Есть команды, чтобы он сразу вернулся на зарядное устройство. Не обязательно, чтобы он разрядился до конца. Можно сказать, go to e-charger. И он спокойно будет уже искать и пойдет заряжаться. Еще из интересного. Он умеет танцевать. То есть, достаточно просто включить музыку на колоночке или на смартфоне. Он услышит ритм, музыку и начнет танцевать. Танцует он прикольно, круто. Классно смотрится. Необычно. Может, поздравить с Новым годом. То есть, скажете Happy New Year. Он этот командор знает. И здесь, например, будет конфетти. Happy holidays. С каникулами. Опять же, конфетти есть. Там с этими... Со шляпками. Красиво смотрится. Красивая анимация. Видно, что разработчики вложили очень много сил. Вложили очень много различных технологий. Сделали настолько качественный продукт, что он стоит своих денег. Стоит он немало. Но, тем не менее, это игрушка для тех, кто хочет иметь домашнее животное. Или хочет почувствовать немножко частичку настоящего будущего. А настоящее будущее начинается с малого. Анки Вектора. Рекомендую к покупке всем. Особенно тем, кто хочет немножко поддоскать свой английский язык. Либо научить своих детей нормально разговаривать по-английски. И не быть такими уже взрослыми, как я, которые английский очень плохо знают. Мне очень стыдно. Пока.